Минсельхоз Казахстана намерен увеличить число учебных научно-производственных центров, где интеграция науки, образования и производства показала высокую эффективность. Об этом на республиканском семинаре, который прошел на базе одного из лучших учебных центров Алматынской области, заявил министр сельского хозяйства Аслжан Мамыдбеков. За сравнительно короткие сроки там удалось достичь результатов на уровне мировых рекордов. Теперь отечественным аграриям есть где учиться самым передовым методам выращивания сельхозкультур. Результаты, которых сегодня достигли новаторы Алматинской области, действительно впечатляют. Кормовая кукуруза почти пятиметровой высоты, которая дает тысячу центнеров с гектара, это не фантастика, а реальный урожай этого года. И вы видите, какой есть результат от этих всех трех направлений, получается кумулятивный эффект, синергия такая. То есть если сама по себе производство, как бы вы видите, вот если проехать несколько километров и приехать в другое хозяйство, то показатели на целый ряд ниже будет. Или заехать в любой научный институт, который не интегрирован с бизнесом, то эти научные исследования, они пылятся на полке. Менее чем за год в научно-производственном центре Байсерке Агра прошли обучение 500 фермеров из разных уголков Казахстана. И сейчас, судя по настроению, дела у них идут неплохо. Из-за резкого изменения климатических условий, отсутствия воды и так далее, мы в последнее время, вот в этом году, применяем израильскую технологию капельного орошения. И сейчас мы видим при уборке урожая уже хорошие результаты. То есть большая урожайность и отзывчивые культуры себя показывают на эти технологии. Активно внедрять науку в сельское хозяйство намеренный Аким Алматинской области Амандык Баталов. Во время недавнего визита президент поставил перед новым главой региона ряд конкретных задач. А решить их без научного подхода и должного финансирования практически невозможно. Нам нужно в десятки раз увеличивать финансирование сельского хозяйства. И нужно понимать, это не черная дыра, которая была в советские годы. Если мы сейчас отдача здесь до 1000 долларов с гектара производства, реализации продукции, государство на себя эту функцию возьмет, а люди наши работать умеют. Все у нас получится. Сейчас в правительстве рассматривается проект, предусматривающий открытие таких центров во всех регионах Казахстана. Оскар Сергалиев, Влад Шишко из Алматинской области.